Здравствуйте! В эфире Актуальный разговор. Обеспечение безопасности на дорогах – одно из важнейших направлений в работе не только отдела ГИБДД и ДПС, но и исполнительной власти. Но по разным причинам дорожно-транспортные происшествия все же происходят. Сегодня гости нашей студии. Игорь Николаевич Юренко, заместитель главы района, Сергей Владиславович Корниенко, командир РОТДПС, начальник отделения ГИБДД Алексей Михайлович Селявко. Сергей Владиславович, давайте начнем с цифр, статистика этого года по аварийности. Что хотелось бы отметить, если брать именно Лобинский район, то в этом году у нас произошло 65 дорожно-транспортных происшествий. 15 у нас, к сожалению, погибших и 66 у нас раненых. Это тяжело раненых. Если брать абсолютные цифры, я довел, а если брать аналогичным периодом прошлого года, то ДТП у нас снизилось на 4 случая, но возросло количество погибших на 2 человека. И раненых у нас снизилось на 17 человек. Что хочется отметить еще здесь по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, то Лобинский район, в общем-то, это имеет 4 случая. Значит, никто, слава Богу, у нас не погиб. И единственное, что 4 человека только раненых. Если брать аналогичный период прошлого года, то мы идем, так сказать, на уровне. В этом плане мы, так сказать, смогли удержать ситуацию. Но единственное, что не смогли ситуацию удержать именно по дорожно-транспортным происшествиям среди взрослых и именно по погибшим. Вот здесь вот именно по детям я хотел бы еще остановиться. Вот по статистике 4 дорожно-транспортных происшествий, это у нас до 16 лет, но идет в статистическую учетность. То есть дети берутся до 18 лет. То есть если брать до 18 лет, у нас 8 дорожно-транспортных происшествий. И вот хотелось бы остановить, из 8 дорожно-транспортных происшествий, 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, управляющих скутерами. Два у нас ребенка-пассажира. Взять статистику, вот по прошлым годам у нас снизилось вот это количество. У нас как-то по прошлым годам было, дети-пассажиры больше как-то страдали. Не знаю, может быть, с учетом того, что проводятся различного рода профилактические мероприятия, вот эта цифра у нас снизилась. Может быть, мы, как взрослые, этому больше стали уделять внимание. И два ребенка у нас пешехода. То есть, вот в таком плане идет по скутерам. Мы вот неоднократно поднимали вот эти вопросы. То есть, идет детский дорожно-транспортный травматизм растет. Смотрим с каждым годом. И именно сейчас на основе анализа, именно дети, которые управляют скутерами, вот по соседним районам, там тоже случаи есть даже, вплоть до смертельных случаев. С 15 ноября вступает законную силу. Значит, уже будем привлекать как мы, так и сотрудники ДПС, значит, водителей, управляющих скутерами, то есть без права управления. То есть, на них будут распространяться те же самые, значит, административные наказания, как и на всех остальных водителей. То есть, управление в трезвом состоянии, без права управления и тому подобное. Допускаются к управлению скутерами дети, взрослые, начиная с 16 лет. То есть, ниже 16 лет уже категорически запрещено будет управлять скутерами. И то есть, мы надеемся, что вот этот детский дорожно-транспортный травматизм у нас снизится. А кто отвечает, отнесет ответственность за то, что вот до 16 лет ребенок управляет скутером? До 16 лет будут также и нести родители, родители нести ответственность. Административная ответственность у граждан наступает с 16 лет. То есть, нужны права водительские категории? Однозначно, категории, да, под категорией А, которая дает право управления на данном транспортном средстве, то есть, на скутере. С 15 числа в плотном взаимодействии с ротой дорожно-патрульной службы мы будем проводить рейдовые мероприятия по, как говорится, искоренению вот таких у нас недобросовестных водителей с улиц города и района. 16 ноября в России отмечается День памяти жертв ДТП. Да, и сегодня мы говорим не только о пострадавших, да, не только о жертвах, но и о пострадавших в том числе, потому что в районе проходит много акций, когда уделяется внимание еще и тем, кто, ну, получил какие-то травмы в авариях. Игорь Николаевич, теперь вопрос к вам. Мы знаем, что разработан целый план мероприятий, и многие из них уже состояли. Расскажите, пожалуйста, каковы цели вот этих всех акций? Вы знаете, день, который провозглашен в Генеральной особе ООН, 3 воскресенья ноября, который посвящен памяти жертв ДТП, это не только день, который нужно, или к этому дню нужно превращать какие-то мероприятия, просвещенные профилактике дорожного травматизма. Это просто день, который дополнительно заставляет нас обратить внимание всех участников дорожного движения. Это, в принципе, все, кто не водителем, тут является пешеходом, либо велосипедистом, либо управляет скутером. Это, в принципе, вся категория населения. И в этот день мы, наоборот, хотим больше привлечь внимание к статистике дорожно-транспортных происшествий, к опасностям, которые таит за собой дорога. Дополнительно обратить внимание всех участников дорожного движения взаимной вежливости. Ведь смотрите, как серьезно поменялась обстановка. Вот если мы возьмем начало третьего тысячелетия и сегодняшний год, более чем 10 раз увеличилось количество автомобилей. Это серьезная нагрузка и на дороги, и плотность движения. Но это же не просто автомобили, это высокоскоростные, маневренные автомобили, которые, что влечет за собой ряд последствий, и требуют от водителей, и от всех пешеходов особой внимательности, повышенного чувства опасности. Но, безусловно, одной из причин дорожного травматизма является не только нарушение правил дорожного движения, а подчас их игнорирование, как говорит статистика и конкретные факты, а и отсутствие каких-то элементарного уровня взаимовежливости на дорогах между водителями и пешеходами, между двумя водителями. И это все влечет за собой по частке последствия. Ну вот, на Ваш взгляд, всегда ли вообще жертвы ДТП виновны в аварии? Наверное, в половине случаев гибнут те, кто правила не нарушает. Вот что говорят об этом? Ну, как правило, допустим, разбирая дорожно-транспортные происшествия, я могу сказать, что, в общем-то, 50 на 50. Если происходит дорожно-транспортное происшествие, то и в нем погибает человек. Если взять, допустим, статистику нашу, 64 дорожно-транспортных происшествия, и 14 человек погибло, то виновных было именно половина, 7. А невиновных было тоже, в общем-то, 7. Вот мы знаем, что инспекторы занимаются профилактикой ДТП, проводят беседы в школах, в СУЗах, а вот со взрослым населением. Беседы, наверное, происходят только во время, если я нарушил правила уже, да, человек? Или есть какие-то тоже у Вас... Нет, вот беседы проводятся, также, например, проводятся и в организациях, то есть с водителями. В основном, основная масса вот этих профилактических работ проводится на дороге, я согласен, да. Но дополнительно также, то есть в организациях, те, где, то есть большое количество транспортных средств, проводятся лекции, беседы именно со взрослыми. И вот я дополню тоже, мы как раз и ставили цель при подготовке к этой акции, к дню памяти жертв ДТП, именно усилить профилактическую работу. Обращались к руководителям образовательных учреждений, руководителям транспортных предприятий, предпринимателям, которые оказывают транспортные услуги населению, именно еще раз застрелить внимание на профилактике дорожного травматизма, на соблюдение правил дорожного движения, на взаимной вежливости на дороге. И призывали к акции, причем задействовали, старались задействовать в этой акции различные слои населения и общественные организации, даже православную церковь, чтобы вот отслужили молебен в память о жертвах. И попытались, вот сделали пытку, осветить один из очагов аварийности, который у нас есть в городе. И я думаю, что совместными усилиями мы сможем снизить эти цифры. — Дополнительно мы тоже привлекали и молодежный центр «Портал», совместно с ними проводились рейдовые мероприятия. У нас это проводится ежегодно, в неделю проведения жертв ДТП. Значит, всех детей, которые получили у нас в этом году, то есть были участниками и получили какие-либо повреждения, травмы в ДТП. — Навестили? — И в прошлом году, да, значит, навестили все семьи с подарками и, соответственно, само собой и определенную информацию доводили. То есть информацию в области безопасности дорожного движения, в области поведения детей на дорогах и тому подобное. Значит, у нас дополнительно также еще планируется, значит, на следующей неделе сбор всех школьников у нас в ДК. Будет проводиться тоже именно мероприятие со всеми детьми, посвященное детскому дорожно-транспортному травматизму. Поведение на дороге вот в таком плане, в этой области. — Спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе, нашли время и будем надеяться, что аварий на дорогах Лобинского района, да, и на всех дорогах будет как можно меньше. Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.